Приветствую, дорогая Церковь! Мир вам! Давайте стой выслушаем текст Священного Писания, над которым будем сегодня размышлять. Послание Колосиным, 3 глава, 16-17 стих. Послание Колосиным, 3 глава, 16-17 стихи. Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места. Итак, сегодня, как вы заметили, мы снова вернулись к посланию Колосиным после длительной паузы. И данное послание, оно действительно уникально. Оно уникально, оно увлекает верующих всякий раз, когда они соприкасаются с этим посланием. Почему? Почему оно интересно верующим? Почему оно увлекает христиан? Потому что это послание сконцентрировано на Иисусе Христе. Оно сконцентрировано на Его природе божественной. А также оно наполнено научением, как жить христианину, практической христианской жизнью. Что же побудило апостола Павла написать это уникальное послание в городе Колоса? Как правило, мы уже говорили еще раньше, все послания всегда писались как ответ на какую-то нужду, как ответ на какую-то проблему. Послание Колосиным апостол Павел написал, находясь в римской тюрьме. Приходит к Павлу его верный друг Ипофраз в римскую тюрьму и приносит ему известие о состоянии церквей фригийских. Ипофраз рассказывает Павлу о том, как живут церкви, что они переживают. Он сообщает ему много утешительного, он рассказывает ему о любви, он рассказывает о вере, любви христиан в колоссах. Но вместе с тем он также рассказывает ему об опасностях, которые надвигались на церковь. Дело в том, что среди христиан и иудеев появились лжеучители-гностики, которые отвергали учение о богудохновенности Иисуса Христа. Они проповедовали философию, об этом можем прочитать во второй главе к посланию Колосиным. Они проповедовали философию, они проповедовали предание, но не Христа. Они продвигали в церкви определенные традиции, связанные с употреблением пищи, с соблюдением праздников. Более того, лжеучители продвигали в колоссской церкви идею ложного смиренно-мудрия. И все эти обстоятельства побудили апостола Павла написать данное послание, как ответ на все эти вызовы. Апостол Павел пишет данное послание для того, чтобы оградить церковь от всей этой лжи. И очень часто в этом послании, говоря о Христе, апостол Павел использует личные местоимения Христа, такие как «в нем», «с ним», «во Христе», тем самым стараясь направить своих слушателей на авторитет, на главную и единственную авторитет на Иисуса Христа. Но не только это. В этом послании мы находим еще и наставление о том, как жить практической христианской жизнью. Об этом говорит 3 глава. Апостол Павел призывает верующих искать горнего, он призывает искать небесного, и также он призывает избавиться от разрушительных качеств и развивать созидающие качества. Об этом он пишет с 12 стиха. Он говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудре, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого иметь жалобу, как Христос вас простил, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Мы подробно говорили о всех этих качествах какое-то время тому назад, и нам действительно очень важно об этом не просто думать, не просто читать, но и действовать, молиться, работать над тем, чтобы культивировать и развивать все вот эти добрые качества, которые созидают нашу христианскую жизнь. Сегодня я назвал проповедь свою «Сила созидания». Не задавались ли вы вопросом таким, как «Как мне созидать самого себя лично? Как мне развивать все те добрые качества, о которых мы прочитали с вами в послании Колосин? Как мне стать ближе ко Христу? Как мне стать более похожим на Иисуса Христа? Не задавались ли вы вопросом, как мне созидать свою семью? Не разрушать, а созидать. Как мне созидать церковь, в которой я нахожусь? Что я лично должен сделать, чтобы в церкви было уютнее и приятнее? Очень хорошо, если я задаю подобные вопросы, но если у меня не возникают подобные вопросы, тогда моя духовная жизнь в опасности. Главный вопрос заключается в том, как же практически реализовать все эти созидающие качества, как всему этому научиться? Где взять силы, чтобы быть милосердным? Где взять силы, чтобы быть добрым, смиренно-мудренным, кротким, долготерпеливым? Где взять силы, чтобы уступать, чтобы прощать, чтобы любить, чтобы дружить или быть дружелюбным? Это очень хорошие вопросы. Когда люди присоединяются к какой-либо церкви, то, скорее всего, они ожидают от людей в той церкви вот эти качества, все эти качества. И это справедливые ожидания. Это действительно справедливо. К тому же нужно сказать, что печально, когда церковь не проявляет эти качества, которых мы с вами прочитали. Очень жаль, очень печально, когда церковь становится не генератором вот этих добрых качеств, но церковь становится клубом по интересам. Очень жаль, когда вместо того, когда церковь вместо того, чтобы быть организмом, она становится организацией. Очень жаль, когда люди церковные ничем не отличаются от людей, которые далеки от церкви. В прочитанных нами стихах апостол Павел отвечает, на все эти вопросы в 16 и 17 стихах он дает ответ, где взять силы для того, чтобы развивать все эти созидающие качества. В этих стихах апостол Павел говорит о силе созидания. Он обращает здесь внимание на четыре элемента созидающей силы. Давайте сегодня посмотрим на эти четыре элемента созидающей силы, поговорим об этом и будем просить у Господи милости, благодати, чтобы помог Он нам быть сильными, чтобы помог нам приобрести вот эту силу, чтобы созидать нас самих, созидать нашу семью, созидать наших окружающих и созидать церковь, в которой мы находимся. Итак, во-первых, сила созидания невозможна без влияния Слова Христова. Обратите внимание на 16 стих. Мы прочитали с вами Слово Христово «Да вселяется вас обильно». Слово Христово это на самом деле синоним Евангелия. И если это сказать по-другому, то Евангелие это есть Слово Христово, которое пришло к нам. Апостол Павел точно знает, что Слово Христово или Евангелие, оно имеет огромную силу. Оно имеет мощное влияние на душу человеческое. Ничто не может поменять человека, как только Евангелие. Поэтому он говорит, что Слово «да вселяется вас обильно». Можно перевести другими словами «пусть живет вас обильно» или «богато». Братья и сестры, недостаточно просто познакомиться со Словом Божиим, с Евангелием. Недостаточно просто иметь его на своих полках или даже в своем телефоне. Недостаточно знать некоторые тексты и его наизусть. Куда важнее, чтобы Слово Божие обитало внутри, в нас. Чтобы оно управляло нашим духовным домом не как гость, не как слуга, но как хозяин, который имеет право предписывать и давать указания и командовать нашей жизнью. Слово Божие как хозяин дома своевременно дает наставление, дает указания, оно своевременно дает нам пищу, дает благодать и утешение. Оно должно обитать в нас. То есть, оно всегда на готове, оно всегда под рукой, чтобы повлиять нас в той или иной ситуации. мы с вами в жизни встречаемся с разными ситуациями, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, у нас есть разные ситуации, и очень важно, чтобы Слово Божие давало нам ориентир, как нам поступить в той или в другой ситуации. Позвольте задать вам вопрос, вам и мне, конечно же, тоже. Живет ли Божье Слово в вас, внутри вас, как здесь говорит апостол Павел? Живет ли оно, как полноластный хозяин в вашем доме? К сожалению, нужно сказать, что во многих христианах Слово Божие живет. Да, оно живет, но очень скудно, очень в скудной мере. Оно живет не как хозяин, но живет как слуга, оно живет как гость. Я уверен в том, что по этой самой причине оно не имеет сильное влияние на души, на жизнь и на поступки. Вы знаете, когда мы говорим о созидающей качества христианина, как мы уже сказали ранее, порой мы не всегда их находим в некоторых христианах. Почему? Потому что ответ простой. Божье Слово не живет в христианине как хозяин. Если бы оно жило, если бы оно действительно обитало полновластно, то оно обязательно бы направило на все эти качества, созидающие, которые мы с вами прочитали. Тем более, когда мы говорим о разрушительных качествах Слово Божие как хозяин дома категорически поставило бы ограду от нашей души от этих качеств. Оно бы запретило, оно не позволило бы нам обратиться к этим разрушающим качествам. Мы бы их читали немножко раньше. Пятый стих третий главы. Умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть и долослужение, за которые гнев Божий грядет на сыну противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, соблекшись ветхого человека с делами его. Посмотрите, когда в жизни христианина проявляются подобные вещи, есть только два ответа, почему это происходит. Либо христианин не рожден свыше, не рожден от Духа Божия, он имеет новую природу, которой противно вот это все, о чем мы с вами прочитали, вся эта грязь, она ему неприятна. Либо христианин, рожденный свыше, но не позволил, чтобы Слово Божие было полновластным господином в его жизни. Мне, знаете, иногда говорят брат Максим, ну, ты слишком радикальный в своих проповедях. Нельзя как-то помягче, очень уж прям радикальный. Когда ты проповедуешь, радикально, как-то отталкивает, не воспринимается. Вот либо так, или не по-другому, так или не так, по-другому ты никак не можешь. Вы знаете, когда мы читаем Писание, я вижу, что Писание, оно радикально с первых страниц Библии. Не вкушай, вкусишь, умрешь. Радикализм? Еще какой? Писание никогда не призывает компромиссу в духовной жизни. Что нам сказать в ответ Иисусу Христу, когда Он говорит, кто не со мной, тот против меня? Чтобы мы сказали, Господи, а можно как-то помягче? Можно как-то попроще? Зачем так радикально? Что нам сказать Христу, когда Он говорит другую радикальную вещь? Если не покаетесь, погибнете. Вы можете спорить сколько угодно. Вы можете провозглашать толерантность сколько вы хотите. Но если вы радикально не покаетесь, погибнете вместе со своей толерантностью и компромиссом. Когда Христос разговаривал с фарисеями, Он не говорит им так. Ну, дорогие мои фарисеи, собратья, как бы вам сказать так, чтобы не обидеть, но Он говорит, вы гробы окрашены, снаружи вы красивы, а внутри вы полны мерзостей, костей. Иоанн Креститель, когда вышел на служение, он не проповедует Израилю следующим образом. Дорогие мои фарисеи, как бы вам сказать помягче, не могли бы вы обратить внимание на свою духовную внутреннюю жизнь, да? Такую проповедь мы слышим с вами от Иоанна Крестителя? Нет. Он говорит, род змеиный. Я как-то говорил в одной из проповедей, есть украинский вариант, меня поправьте, если не так. Код лагодючи. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Вот он радикализм и никакого компромисса. Вы знаете, если вам не нравится радикализм Библии, вы можете вообще ее не читать. Положите ее на полку и не читайте. Тогда хочется спросить, как вы вообще оказались в христианстве? Что вы здесь делаете? Вспоминая историю, которую нам поведал брат Сергей с качкой своей жизни, когда один доктор был толерантным, говорил, что с твоим здоровьем все нормально, все окей. И был другой доктор, который был настоящим, честным врачом, который сказал категоричную вещь. У тебя не все нормально. У тебя большие, большие проблемы со здоровьем. Конечно же, брат мог бы попрощаться с этим доктором и сказать, что слушай, ты слишком радикально, мне твои слова не нравятся. Ты слишком категоричен, тебе вообще неприятно слушать. Я лучше пойду к тому доктору, которого мне нравится слушать. Но слава Богу, что брат Сергей прислушался доктора, который объявил ему вот эти радикальные вещи, в конечном итоге это спасло ему жизнь. Он сегодня с нами живет и здравствует. Слава Богу. Позвольте сказать очередную радикальную вещь. Хотите быть свободными от разрушающих качеств своей духовной жизни? И хотите преуспевать в созидающих качествах в своей духовной жизни? И стать похожим на Иисуса Христа? Вот тогда сделайте Слово Божие полновластным хозяином вашей жизни. Читайте Слово Божие не просто, чтобы сделать отметку, поставить галочку в своем дневнике ежегодное чтение Библии. План чтения Библии на целый год. Поставил галочку, прочитал и забыл, что прочитал. Не читайте ради этого, но читайте ради того, чтобы оно позвольте ему, чтобы оно трансформировало вас, чтобы оно вас меняло изнутри, чтобы оно ломало ваш характер, чтобы оно ломало ваши твердыни. Позвольте ему менять вас, ваше мышление, позвольте ему поменять ваши цели, ваши приоритеты. Тогда вы заметите, что при встрече с искушением Вам нетрудно побеждать. Почему? Потому что Слово Божие, которое обильно живет в нас, оно помогает преодолевать искушение, с которым мы встречаемся. Вы заметите в своем сердце, что вам нетрудно прощать, вам нетрудно любить. Почему? Слово Божие помогает вам это сделать, которое живет внутри вас. Вы заметите, что вам нетрудно находить общий язык в семье. Вы заметите, что вам нетрудно находить общий язык в школе, на работе, в церкви. Позвольте Слову Христу обильно поселиться в вас. Итак, сила созидания невозможна без влияния Божьего Слова. Во-вторых, сила созидания невозможна без мудрого научения и вразумления. Посмотрите, мы прочитали с вами следующие слова. Слово Христово «довселяется в вас обильно» — «со всякой премудрости научайте и вразумляйте друг друга». Есть два мнения по поводу того, куда относится фраза «со всякой премудростью». Одни считают, что это относится к началу стиха, и по этой версии получается следующее слово. Христово «вселяется в вас обильно» — «со всякой премудростью». И, возможно, в этом случае толкователи объясняют так. Когда Слово Божие вселяется в нас обильно, то оно приносит с собой всякую премудрость. И с этой точки зрения Слово Христово действительно оно приносит всякую премудрость. Никто с этим не спорит. Если толковать так, то получается неплохо, да? Другие считают, что фраза «со всякой премудростью» относится к следующей фразе. Таким образом, получается, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга. Учитывая, что на языке оригинала не было запятых, не было знаков препинания, как сегодня у нас есть, да? Это элемент тоже толкования перевозчиков. Учитывая, что на языке оригинала не было этого, то мы можем принять оба варианта — и то, и другое. Но я лично придерживаюсь больше второго варианта. На мой взгляд, это более логично. Посмотрите, апостол Павел призывает научать, вразумлять друг друга, и он это предлагает делать мудро, с премудростью. И здесь он использует два глагола — научать, вразумлять. О чем идет речь? Когда он говорит о научении, когда он говорит «научать», речь идет о доктрине. То есть мы должны друг друга учить доктринам Священного Писания. Это наш долг перед другом. Но не только это. Когда мы вразумляем, о чем идет речь? Речь идет о душепопечении. Наш долг друг перед другом — помогать друг другу благочестивым, хорошим, добрым советам. Нашим мотивом является желание помочь в духовной жизни друг другу. Это одна из причин, почему нужна церковь. Только в церкви возможно научать и вразумлять друг друга. Вы знаете, размышляя над этими стихами, хочется спросить тех, которые пренебрегают церковь. Есть категории людей, которые церковь не посещают. Они говорят «я сам себе церковь». Они пренебрегают церковь. К сожалению, такие есть. Хочется спросить, как вы, сидя дома, один, сам собой, собираетесь реализовывать вот это наставление Писания апостола Павла «научать и вразумлять». Как вы на практике будете реализовывать вот это наставление «научать и вразумлять»? Как вы будете, кого вы будете научать и вразумлять? Кто вас будет научать и вразумлять, если ты один сам дома? Поэтому, как на практике вы практикуете духовные дары, которые Бог дал, раздал членам церкви для того, чтобы совместно поклоняться Богу, чтобы служить друг другу, как на практике вы собираетесь это реализовывать? Знаете, если вы еще не в церкви, и вы в духовных поисках примите совет, срочно найдите церковь. Только помните одну вещь, что вы никогда не найдете идеальную церковь, совершенную церковь. Вы знаете, если бы церкви были бы идеальны, ну некоторые хотя бы из них были идеальны, тогда не нужно было писать бы вот эти слова. Не нужно было бы научать и вразумлять, ведь церковь идеальна. Зачем там научать и вразумлять, если все хорошо в церкви, правда? Но поскольку церкви не идеальны, мы люди, мы нуждаемся и в научении, и в разумлении, и это мы реализуемые в церкви, помогая друг другу. Вот почему в церкви звучат проповеди, вот почему в церкви мы организовываем малые группы по изучению Писания, вот почему мы организовываем в церкви воскресные школы, вот почему существуют классы по подготовке к крещению, вот почему в церкви организовано душепопечение, менторское служение. Мы как церковь хотим научать, мы хотим вразумлять друг другу, чтобы быть более похожим на Иисуса Христа, чтобы расти духовно. И мы это делаем. И кое-что получается, что-то не все получается, но слава Богу за то, что есть у нас. Ну вот вопрос в чем? Не всегда принимается научение и вразумление. Почему? Есть одна причина, почему не всегда принимается научение и вразумление. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это серьезное внимание. К сожалению, не все делают это по правильным мотивам. Не все это делают по правильным мотивам. Не все делают это с правильным сердцем. Когда после некоторых вразумлений и обличений хочется обойти такого человека десятой дорогой, правда? И многие обходят, потому что не умеют делать как нужно, должным образом, с любовью, со смиреномудрием, с молитвой. Нету подхода, но делают это как-то грубо, не обтесанно. И, конечно же, братья и сестры сбегают таких учителей. Конечно же, таким обличителям лучше молчать и учиться. Но зачастую они этого не понимают. Они нуждаются тоже в помощи. Когда человек неправильно научает или вразумляет, он нуждается в помощи, чтобы мы помогли ему возрасти духовно, чтобы он это делал правильно, по правильным причинам. Он в церкви, он среди нас, и он нуждается, чтобы помочь ему в том, чтобы это делать правильно. И здесь нужна мудрость. Вот почему я считаю, что фраза «со всякой премудростью» относится к следующей фразе. «Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга». Для того, чтобы научать и вразумлять, нужна мудрость. Без мудрости есть вероятность, что научение вразумления не будет принято. Скорее всего, без премудрости всякое научение вразумления пойдет лишь на вред. И люди будут обходить такое научение и наставление. В этом и заключается сила созидания. Сила созидания в том, что христиане научают и вразумляют друг друга не просто как попало, необдуманно. Но взвешено с мудростью, с любовью. Но не только это. Мы уже сказали, что сила созидания невозможна без влияния Слова Божия. Сила созидания невозможна без мудрого научения вразумления. В-третьих, сила созидания происходит через совместное поклонение, через пение. Мы прочитали с вами, вразумляйте друг друга, псалмами, словословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Заметьте, что пение псалмов – это евангельское установление. В Евангелии так написано, что нужно петь псалмы. Церковь с самого начала была поющей церковью. Первоапостольская церковь любила петь. До организации еще церкви, когда Христос ходил по земле с апостолами, помните, воспевшие, пошли на гору Иллионскую. Христос с учениками пел. Конечно же, Первоапостольская церковь и ученики, они это унаследовали практику от иудеев. И иудеи, они пели псалмы. И это действительно большое благословение, которое мы сегодня получили с вами в наследство – петь. Обратите внимание на разные формы песен, о которых здесь говорит апостол Павел. Он говорит о псалмах, о словословии и о духовных песнях. Псалмы. Чем псалмы отличаются от других песен? Как мы сказали ранее, пение псалмов церковь унаследовала от иудеев. Как это выглядело? Иудеи брали некоторые тексты Священного Писания, помещали в одну общую книгу. Ну, сегодня можно было бы назвать по-нашему как сборник. Сборник духовных песен. Две тысячи, там, двадцать, сколько там у нас там, да? Наподобие что-то были у них. Свои сборники, они брали некоторые тексты Священного Писания, собирали в общую книгу и пели. Пели эти тексты, распевали эти тексты. И это исполнялось как часть иудейского богослужения. Словословие. Что это за вид песен? Под словословием обычно подразумеваются песни поклонения и восхваления, адресованные Богу Отцу. И здесь нужно сказать, что словословие церкви отличалось от иудейского словословия тем, что церковь, помимо восхваления Бога, они прославляли еще и Господа Иисуса Христа. В песнях прославляли Иисуса. И здесь еще апостол Павел говорит о духовных песнях. О чем идет речь? Духовными песнями называется религиозная поэзия, которая описывает переживания христианина. Итак, церковь научает и вразумляет друг друга не только словом, но и через псалмы, словословия, через песни. Мы так устроены, что некоторые истины Божьей Слова доходят нас именно через пение. Вот почему мы поем. Мы хотим слышать Слово Божие как через проповедь, так через пение. Аминь. Что было бы, если бы просто убрать пение с нашего богослужения? Было бы очень как-то скучновато, да? Я всегда говорю, что сами песни являются инструментом, через который доносится та или иная истина. Но главное всего в песне – это содержание. Я очень внимательно слежу за содержанием песен, которые поются на христианских радиостанциях, в церквях и на малых группах. И нужно признать, что не все песни несут назидание. Не все песни несут научение. Не все песни являются псалмами и словословием. Некоторые песни, с которыми мы сегодня сталкиваемся в наших церквях, они абсолютно пустые. Зато музыка хорошая, как нет, расскажу. Мне музыка нравится. Ну и что, что содержания нет? Музыка зато приятная, хорошая. Содержание песен – это очень-очень важно. Но это еще не все. Важным элементом является то, что написано дальше. Во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Что это значит? Я считаю, что здесь речь идет о следующем. Для того, чтобы пение, которое мы пропеваем, оно достигало цели, нам нужно благодать в наших сердцах. Нам нужно заботиться о благодати. Нам нужно в своем сердце переживать о том, о чем мы поем. Нам нужно в церкви возрастать в благодати. Когда все это происходит вместе, когда мы беспокоимся о благодати, да, и пропеваем вот эти духовные песни, то они достигнут своей цели, обязательно достигнут своей цели. Господу тогда будет угодно наше поклонение. И наоборот, если я не заботюсь о том, чтобы в сердце моем Божья благодать возрастала, и пою красивые песни с хорошим содержанием, не думаю, что это поклонение Богу угодно. Главное, чтобы в сердце моем было переживание о том, о чем я пою, но не просто формальность какая-то, церковь будет получать научение и вразумление. Итак, сила созидания происходит через влияние Слова Христова, сила созидания происходит через мудрое научение и вразумление, сила созидания происходит через совместное поклонение, через пение, но не только это. В-четвертых, сила созидания происходит через христоцентричную жизнь. Мы прочитали с вами в 17 стихе. и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря честью Него Бога и Отца. Я просил бы вас выучить вот этот текст Священного Писания наизусть. Это очень и очень важный текст для практического христианства. Знаете, этот текст может послужить ключом к разрешению многих-многих наших ежедневных проблем. В нашей жизни мы встречаемся с разными ситуациями, где нам нужно принимать решения. И прежде чем что-то сделать, нужно задать себе вопрос. Могу ли я это сделать во имя Господа Иисуса Христа? Задайте вопрос. Перед вами решение. Вы должны сделать что-то. Могу ли это я сделать во имя Иисуса Христа? Послушать ли это действие к Его славе? Могу ли я ожидать Его благословения на это, что я собираюсь сделать? Хотел бы я, чтобы Его пришествие застало меня за этим делом, которое я собираюсь сделать? Те слова, которые я произношу, могу ли я сказать их во имя Иисуса Христа? Слова и добавьте еще во имя Иисуса Христа. Могу ли я это сделать? Итак, нам, христианам, необходимо подвергать контролю свои слова и поступки, подставляя словосочетания во имя Иисуса. И это на самом деле очень важно. Пожалуйста, заучите этот золотой стих, используйте его в жизни, чтобы это огородит нас, огородит вас от многих неприятных вещей, от неправильных действий, от неправильных слов и поступков. Но не только важно это, важна сама фраза во имя Иисуса. Иногда, значит, христианам хочется сделать что-то во имя своей семьи. Иногда хочется сделать во имя своей церкви, во имя своей страны, но нет, апостол Павел призывает верующих в колоссах всех времен. Он говорит, все, что вы делаете, Слово Мое делайте, делайте все во имя Господа Иисуса Христа. Если вы дитё Божие, то не делайте, не говорите это во имя чего-то, как только во имя Господа Иисуса Христа. И, конечно же, благодаря чрез Него Бога и Отца. Сейчас мы будем с вами молиться. Будем просить нашего Господа, чтобы Он помог нам приобрести вот эту силу для созидания, для созидания нас самих, чтобы помог приобрести нам эту силу для созидания наших семей, нашей церкви, общества, в котором мы с вами находимся. Имя Господа будет через это прославлено. Аминь. Давайте помолимся.